пока у нас красота первый снег сразу видно кто ходил сорока постоянно при прилетает поклевать что у котов остается и коты конечно уже приходили к ты как он накормил их с утра блин столько съели так это вообще блин да тише вот такая красота собрался я с дождиком гулять сейчас надо его расчехлить на дождик гулять с тобой пойдем ты жди блин тихо друзья добрый день смотрите какая у нас красота классно да первый снег смотрите там фронт идет да вот там темнота а там свет как бы тьма и свет мы здесь обычно гуляем дождиком дождик там дождик неси палочку неси неси палочку хоть нравится тебе палочка а 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 Продолжение следует... 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 Зачем вы держите собаку в вольере Почему ее не держать дома Охотничек собак Дома держать не рекомендуется Почему? Потому что собаки эти полудикие В них заводчики И вообще все кто Занимался когда-то этой породой Пытались сохранить Как раз побольше в них такой дикости Чтобы Они себя В лесу чувствовали как дома Поэтому собаки эти диковатые Не ласковые Вы пишите что она ласковая Это конечно есть ласка Это максимальная ласка Которую дождик может дать По сравнению с овчаркой У меня это уже четвертая собака Нельзя сравнить Они независимы Они похожи на кошек Как бы такие сами по себе Это хорошо Именно для охоты А для дома Не знаю Наверное это не та собака Которую надо держать дома Вообще Для детей и так далее То есть котами Они Очень сами по себе То есть пытаются укусить У него единственная игра Это просто кусаться То есть ему нравится кусаться Это его природа Вот Блин и солнышко еще Классно Классно вообще Какой день Ну правда утро еще Вот Вторая причина Почему их держат на улице Мех у них должен быть нормальный Они во-первых линяют Вот И на морозе Да На морозе у них Вот именно Хороший мех формируется То есть обмен веществ У них правильный происходит Это для собаки И кстати для кошек Тоже это как бы важно Потому что Если обратите Вот на моих котов Они же тоже у меня Практически постоянно На улице То есть я их могу только В холодные ночи Домой пустить А так они в принципе Ходят сами по себе Так И Я сейчас заметил Что я их когда Утром запускаю Вот котов Кормлю Они поедят Так чуть-чуть посидят Помурлыкают И обратно хотят Почему-то у них там Появились свои дела На улице Понимаете Вот у домашних котиков Они наверное просто не знают Сколько там всяких Интересных Приключений Может быть А вот эти коты Уже знают Они уже там С малолеса Так сказать Там и мышей И мышек они ловят Вот и вообще У них в этом смысле Дождик Иди ко мне Услистал Тут лес Так он Но тут Волки тоже Он бежит Летит Дождик 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 Как ты красавчик мой Ну что ж ты На камеру-то побудьте Чуть Ну вот Но мы с ним конечно Уже сработались Потому что В целом Я уже Ну как бы понимаю Эту собаку Вот Поначалу Как бы не очень Вот Поэтому Собака Сугубо охотничья Вот И В городе тоже Там Сразу там Мамочки Начинают Мими Мими Ну вот А он Вот Как бы Цапнуть Может Запросто То есть Он такой А вот Когда собака Взрослая Это будет То Она вообще То есть Она достаточно Такая Ну Можно даже Сказать Где-то Агрессивная Вот Поэтому Вот Но с лайками Вообще В целом Вот так Они Они такие Как бы Очень умные Собаки Вот Но Эта собака Вообще Не для города Да и в городе Вы не увидите Этих собак Их как бы Там Ну Сами даже Охотники Когда их продают Они никогда Не продадут Ну Часто То есть Они стараются Продавать охотников Вот Ну Об этом же Опять же Можно будет Поговорить Как бы На стриме Там Вот Блин Классный день Сегодня Пусть тебя Люди Посмотрят Лежи Тихо Помнишь Как мы с тобой Клещей искали После каждой Прогулки Приучал его Чтобы лежал И все Просматривал Его на клещиков Сколько мы с тобой Клещей сняли Не знаю Около 30 Наверное Ты Лиса Недоделанная А? Ну все Все Давай Где ошейник Почешу Где ошейник Где ошейник Почешу Опять Кусаться Кусаться Вот Слушай Больно кусаешься Просто приучен Чтобы руки Не кусать А перчатки Ему кажется Что можно Да ты больно Кусаешься Так Ты Злый день Вот такая Вот собака Вижу от вас Вопрос Зачем Я закрываю На ночь Вольер Дождика Вот такими Шиферными Листами Стало это делать Потому Что у нас Есть волки Которые По словам Моих соседей Могут Спокойно Вытащить Собаку Даже с такого Вольера Конда Беги По моему Могу ошибаться Но в общем Там убили волка Который весил 90 килограммов Вот если я Вешу 80 Какой там был волк Ну конечно Я могу с ноги Тут ударить И всю эту сетку Снести Но наверное Волку В 90 килограмм Тоже это может сделать Скажите пожалуйста Вот Что вы думаете У кого-то может быть Есть опыт Честно говоря В вольере Собак не держал Потому что был Городским человеком Собак держал Ну дома держал Спрашивали тоже Про вольер Этот Я буду другой Вольер делать Для дождика Это я сделал Буквально Тут за 2 За 3 дня Когда приехал Из того Что было Так сказать Надо конечно Сделать ему Побольше вольер Во-первых Вот Да и Поэстетичнее Чтобы он был В целом Тут конечно Все очень по-простому Сделано То есть Я примкнул К сараю В целом Ему нормально Там Будка снизу Ему немножко Утеплена Вот поэтому В принципе Зимой Ему будет здесь Комфортно Но в целом Конечно Я другую Постел Причем Еще будет Вторая собака Вот Там Будет 2 Делать И многие Там Я сейчас Ходил Ходил И понял Что Многие По контексту Которые пишут Мне люди Вы Рассматриваете Мой переезд В деревню Как будто Какой-то Вот такой Шаг Решительный Такой Вот поступок Я так Вообще Не ощущаю На самом деле Абсолютно Мне просто Кажется Что это Было Настолько Логично Что Когда я Переехал Я так Сказал наконец-то наконец-то это произошло вот потому что честно говоря я последние два года реально там городе уже но просто изнемогал блин дождь пошел снег шел сейчас дождь пошел такой конкретный дождь еще и это действительно тоже вам за это спасибо потому что вы пишете я читаю да я не как для меня тоже как бы я еще понять никак не могу что вроде как это самое но люди пишут о каком-то там вот таком поступки но не было никакого такого поступка абсолютно просто был логический ход вещей то есть все я так хотел переехать я так счастлив здесь я не знаю то есть это второй раз в моей жизни когда я действительно ощущаю счастье в первый раз когда я приехал в россию обратно из финляндии я так хотел в россию господи я вы не представляете сколько раз финны меня спрашивали откуда ты вместо масса сильно ворот из россии я говорил из россии это значит и откуда ты вот и в какой-то момент в 5 утра я там помню встал такой вышел это было лето август лета как сейчас помню такая луна была я понял откуда откуда я я русский чё я здесь делаю финляндии я хочу опять русских людей я хочу все это я хотел переехать в россию я когда приехал 2003 году как я вообще россиян вообще всех любил абсолютно всех и сейчас как бы мне все наши соотечественники очень нравятся потому что я уже посравнивал но я как бы и других странах тоже было не говорю что кто-то там плохой но наших я искренне вообще обожаю просто наш менталитет нашу голову сумасшедшую порой вот все вот эти спонтанные вещи которые самое главное что самый самый простой человек он на кухне вам такие откроют далее и вообще вот которые многим иностранцам просто даже не снятся поверьте мне это так вот у нас честно говоря такой плац культуры такой вообще вух так но в общем я не о том я просто хотел сказать что никакого особого такого как бы шага у меня в моей жизни ну по сути как бы не было все было просто в логично логично все произошло вот хотел как раз этой мыслью поделиться привет буду клюкву сейчас переберет ну да в этот год пролетели оказывается ни у кого не было вот этих грибов на соление толком никто и не набрал то есть вот белых было много зато белых было много столько сколько вообще не было для соления грибов не набрал никто и вот клюквы тоже было мало то есть на болото пришли там конечно маловато ее было но как бы настойчивые ходили там искали набрали короче сколько-то набрали все нож вот столько с клюквы у меня получилось сейчас буду наверно тогда по банкам пасовать все таки я наверное решил замочу я ее пусть будет моченая так проще было бы хорошо конечно чтобы все влезло в одну банку кто останется не знаю заморозить а может заморозить да вы же мне писали что можно морозить у меня правда особо некуда но там вот у меня получилось в принципе все уже заготовка закончилась закрывается красота да сам доволен теперь она постоит постоится потом на холод убрать в принципе все то а bibel а и Продолжение следует...